Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. Сегодня хотелось бы поговорить вот о чем. Вы спрашиваете, как продавать ресурс, да, и вам всем очень... Я очень, кстати, рад, что понравилась эта тема про трапу успеха. Я бы хотела сказать, что есть самое главное правило, которое, можно сказать, как одна из главных заповедей. И если вы его не соблюдаете, это правило, у вас, к сожалению, не получится ни выучить типологию личности, ни, соответственно, достичь успеха в бизнесе или еще в чем-то. Это правило простое, так называемое правило действия. Вы ежедневно должны какие-то действия совершать, одни и те же, для того, чтобы идти к цели. Почему одни и те же? Если я, допустим, буду думать, что, чтобы мне развивать канал на Ютубе, наверное, мне нужно там снимать видео. Потом я подумал, ой, наверное, пойду сейчас в дизайну научусь там красиво рисовать, красивые заставки к видосам. Или там сделаю свой сайт еще лучше. Я буду таким образом распыляться и так и не начну сами снимать видео. Или, может быть, там оператором буду становиться офигенным, чтобы там как-то подвесить камеру, что-то сделать. В течение мне очень часто пишут, Сергей, там, купи микрофон, еще что-то сделай. Если я буду постоянно совершенствовать какие-то вещи, этому будет время. Я знаю, когда я это сделаю. Но просто мне для этого нужно больше денег. Соответственно, чтобы я сделал какую-то качественную вещь, купил. К примеру, там, я хочу не просто петлицу взять, я хочу взять мощный микрофон, другую видеокамеру, чтобы сразу видеокамера писала на микрофон звук. И я не мучился с этим сведением. Я не хочу отдельно писать звук на петличку, потом все это дело сводить, потому что у меня уходит на это много времени. У меня есть еще пациенты. Правила действия я должен соблюдать. Поэтому я буду писать вот сейчас на зеркалку. Я, кстати, пишу, кому интересно, да, свои видосы. И ничего, и слышно, и подписчики есть, и вам вроде все нравится, и вы говорите, звук более-менее нормальный, да. Вот. Поэтому, соответственно, правила действия, дорогие друзья, вы должны каждый раз совершать какие-либо действия. Совершать, несмотря ни на что. Как минимум для того, чтобы оттачивать каждый раз свой навык. Каждый раз. Я снял новое видео, я стал немножко лучше, я попробовал что-то, да. Я вот сегодня, я там стою перед вами. Понравится вам этот формат, напишите. Не понравится, когда я стоя стою. Нравится вам эта рубашка, не знаю, не нравится. Напишите мне в комментариях. Но я знаю там, я увидел там, понравилось, не понравилось, что-то поменял, понимаете. И, соответственно, я себя вижу, да, в какие-то моменты, какие-то детали. Я постоянно совершенствуюсь. Через пять лет я буду супер-мега-профессионалом в этом плане. Я буду знать, как просто стоять перед камерой и разговаривать. Раньше я читал там по листку в первых своих видео. Сейчас я могу вот так вот просто встать и симпровизировать, и все это вам рассказать. Или там перед толпой людей я совершенно спокойно могу выступать. У меня тоже был такой опыт. Причем импровизированно. А, в общем, суть в чем? Суть в том, что закон действия. Все поддается в жизни тренировки. Все поддается тренировке. Однажды у Арнольда спросили. Говорят, вы знаете, у вас вот не было вообще икор. Вы даже там в воде как-то фотографировались, еще как-то, чтобы вот икры не бросались в глаза. Не было у Арнольда икор. И говорят, ну как такие вот колоссальные икры появились? Он говорит, да все очень просто, 10 тысяч часов в зале. Поэтому вот это правило постоянного повторения, постоянного совершенствования в каком-то вашем главном деле, в котором вы хотите достичь успеха, оно самое главное. И вы можете менять это дело, конечно, с годами. Может быть, сегодня вы решили стать художником, потратили на этот год, поняли, что это не ваше, ничего страшного. Поменяли, решили стать поэтом. Но садитесь и каждый день пишите стихи. Да, есть такое профессиональное выгорание, еще что-то. Дозируйте, дотались дозис. Психика тренируется, если вы этим занимаетесь каждый день, ну край через день. А уж, чтобы профессионально не выгорать, количество времени будет, конечно, индивидуальным для каждого. Может быть, вы 15 минут этому уделите, целый час этому, ну в среднем час, конечно, нужен уделите, но все равно этому уделите время. И без тренировок не будет результата. Ни в чем. Ни в бухгалтерии, не важно, ни в чем. Если вы не будете учиться бухгалтерии, вы не будете знать. Никто не рождается со знанием бухгалтера. Или там еще кого-то, да, там, бодибилдером никто не рождается. Все достигается результатом многократного действия. Действие, совершенное многократно, равно успех. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!